Всем привет! С вами канал JBLACK.CO На моем канале вы можете увидеть различного рода видео на туристическую и историческую тематике. К ним относятся сплавы по рекам, туристические вылазки, покорение высот, спуски подземной локации и конечно сталки, а также многое другое. Во всех видео рассказывается о каждом объекте, позволяя вам узнать чуточку больше. Заходите на канал и подписывайтесь. Еще одна достопримечательность. Шайтаны по нас строят. Здесь мы можем видеть то самое яйцо. Всем привет, уважаемые зрители. С вами снова канал Android. И снова я нахожусь в самой известной московской подземной реке в Неглинке. Но сейчас я отправляюсь вверх по течению. Вот от этой развилки, если смотреть вверх по течению налево, уходит Неглинная река. И направо уходит ее приток, левый приток на Прудный. И сейчас я как раз отправляюсь в коллектор на Прудный, исторический коллектор, который был построен в начале 20 века. Бассейн реки Неглинка. Одна из самых крупных речных систем Москвы. И уж точно самая легенда. Два года назад, в первой серии из цикла подземной реки Москвы, мы уже рассказывали о Неглинке. Тогда речь шла о самом известном участке реки от Устья-Напрудной до конца Щепотовского коллектора. Теперь же мы отправимся вверх по течению реки Напрудной, являющейся самым крупным притоком Неглинки, и дойдем до бетонного коллектора 1960-х годов постройки, ближе к ее истокам. Первые упоминания о Напрудной относятся к XIV веку. И повествуют они о селе Напрудном, расположенном вдоль берегов реки, чуть южнее современной Трифоновской улицы. Именно по названию села речка и получила свое наименование. А истоки Напрудной находились в болотистой местности, в районе современного Рижского вокзала. И на сегодняшний день большая часть коллектора Напрудной проходит там же, где река текла в открытом русле. Пожалуй, за исключением некоторых участков, построенных в начале XX века вдоль мостовых и немного сокративших протяженность водотока. Если по Напрудной вверх по течению немного подняться от Устья, где она впадает в Неглинку, то можно найти несколько интересностей. Во-первых, здесь мы видим керамическую трубу под ключку, еще ориентировочно того самого периода, когда коллектор Напрудной строился, то есть начало XX века. Вот это вот керамика того периода. Интересно отметить, что керамические трубы и сейчас используются при строительстве канализационных адренажных сетей. Но стоимость их очень велика. А в начале XX века керамические трубы небольшого диаметра, использовавшиеся при прокладке сетей водоотведения, были значительно дешевле чугунных и находили очень широкое применение. Еще чуть дальше. Справа мы видим подключку. Подключка эта имеет небольшую протяженность, порядка 50-70 метров. Построена она была ориентировочно в период с конца XIX века до 1909 года. И предназначалась, скорее всего, для вывода дренажной канализации, проложенной вдоль улицы Дурова, тогда бы же Донка, в русло реки Напрудной. Диаметр этой подключки около 1 метра 80 сантиметров. Но по мере продвижения от ее устья вверх, коллектор становится все более заимным. И через несколько десятков метров превращается в настоящий ракохот, высотой чуть более метра. Ну, давай. А заканчивается эта подключка кирпичной трубой совсем крошечного размера, в которую можно попасть только ползком. Тянется эта труба еще несколько метров и заканчивается тупиковой камерой, скорее всего, забутованной при каких-то работах с поверхности. Еще через некоторое время, через некоторое количество десятков метров, поднимаясь вверх по течению, мы выходим в камеру, в которую был выведен современный коллектор, соединяющий Напрудную с Недвинкой, построенный в 70-х годах 20-го века. Он представляет из себя обычную бетонную трубу диаметром 2 метра и, в принципе, работает как обгонник, только в сильные дожди. То есть он отгорожен от русла Напрудной вот такой вот стеной, и в обычную погоду Напрудный течет в своем старом коллекторе. В сильные же дожди, когда Напрудную затапливает часть потока, направляется вот в этот обгонник. Тем временем мы продолжаем подниматься вверх по течению по коллектору Напрудной, в сторону Екатерининского пруда. Вот это вот идет все коллектор постройки начала 20-го века, если быть точнее, 1910-1914-го года. Периодически мы встречаем вот такие вот смотровые колодца, выведенные в русло Напрудной. Мы дошли еще до одной достопримечательности в Напрудной, до дюкера, который проходил под первой очередью московской канализацией. Сейчас здесь из-за разницы температур образовался такой вот красивый, симпатичный иний. И еще этот дюкер сейчас является по совместительству сливом с Екатерининского пруда. Вот эта вот водоприемная решетка, очевидно, когда-то здесь был доступ в этот дюкер. Здесь становится значительно холоднее, и я подошел практически к сливу с Екатерининского пруда. Но перед ним еще одна достопримечательность. Первый коллектор Напрудной, обгонный туннель, сделанный в форме бетонного яйца. А я сейчас подойду непосредственно к сливу с пруда. Можно хорошо видеть свет. Который проникает сюда от Екатерининского пруда. Наверху там играет музыка. И вот так вот выглядит эта камера слива Екатерининского пруда. И интересной особенностью этого участка является то, что часть коллектора от слива с пруда до впадения яйцеобразного отбонного коллектора, проходящего вдоль всего пруда, выполнена из бетона, перемешанного с кирпичной крошкой. Этот участок, скорее всего, был построен одновременно с Абгольдом, в период с конца XVIII века до 1810 года, и является одним из старейших речных коллекторов Москвы. А кирпичная часть, идущая до коллектора Напрудной, в 1911-1914 годах построена, по которому мы и пришли сюда, была построена намного позже, с 1898 по 1909 год, как водопропускная труба, под построенной в тот период частью сети московской канализации. Кирпичный участок был в те годы длиннее, и впадал в тогда еще открытое русло Напрудной. Коллектор же, по которому мы пришли, пересек этот кирпичный участок, и поток из обгонника и слив с пруда стал впадать уже в этот коллектор. И напротив него мы можем видеть остатки такого же кирпичного яйца, сейчас заблутованного. Это и есть продолжение дюкера под первую очередь за московской канализацией. Сейчас здесь очень сильный туман, из-за разницы температур. А еще чуть выше по течению, в Напрудную впадает ее левый приток, река Капля. На фотографии ее коллектор находится в правой верхней части. Немного пройдя по рачному коллектору, который построен в верховьях Напрудной, мы выходим к небольшой сбойке с тем самым яйцеобразным обгонным коллектором, который идет вдоль Екатерининского пруда. А дальше продолжается еще более врачный коллектор диаметром 1 метр. И нам сейчас предстоит по нему пройти порядка 200-250 метров. Итак, продолжая наше путешествие по Напрудной, мы пришли в камеру из этого коллектора, высотой где-то 1 метр диаметром, 1 метр, метр двадцать приблизительно. и, как можно видеть, он дублирует вот этот вот старый яйцевидный бетонный коллектор. то есть вот здесь мы можем видеть то самое яйцо, которое начиналось от слива у Екатерининского пруда. Сама камера представляет собой прямоугольное помещение. И здесь мы видим три забукованных коллектора. По одной из версий здесь когда-то находился портал. Хотя сейчас что-либо конкретно сказать тяжело. С другой стороны выше по течению мы видим заименное, полностью засыпанное ивами песком, продолжение этого старого яйцеобразного коллектора. Сюда же выведена маленькая подключка, то есть заименная. А сама на Кругле выше по течению забрана вот такой вот круглый бетонный коллектор диаметром около метр шестьдесят. То есть это уже более современный коллектор. А так выглядит эта бетонная труба изнутри. Вид в сторону камеры. Метров через столь вверх по течению мы приходим к развилке. Правее уходит коллектор на прудную, в сторону ее верховья. Прямо мы видим дренажную сеть травилы. Хотя на некоторых старых картах именно в этом месте обозначена устья водотока, приходящего со стороны среднего Екатерининского пруда. В двадцатом веке он был засыпан. А на его месте сейчас мы можем видеть искусственные водоемы. Дальше в сторону истоков на прудной течет в круглом бетонном коллекторе. Постройки 1960-х годов. Однако на протяжении коллектора встречаются участки построенных в 1930-х годах. В следующей серии из цикла подземной реки Москвы мы вновь отправимся в бассейн реки Неглинин. И дойдем до самых истоков, где легендарная река берет свое начало. Оставайтесь с нами, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, если вы еще этого не сделали. Всем вам самого наилучшего и отличного настроения. С вами был Степа Волф. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok